Добрый день, дорогие коллеги! Наконец-то можно вас всех увидеть вместе, как-то так все время разрозненно, с кем-то пересекаешься и так далее, но очень приятно. Значит, друзья, кабинет 9 класса был посвящен традиционно биологии человека, в частности, анатомии. В этом году я постарался каких-то суперновшеств и каких-то революций не делать, дабы дать детям реализовать то, к чему они, скорее всего, готовились. И, судя по результатам, очень даже здорово. Но вот такой немножко упор был сделан в сторону сердечно-сосудистой системы, но не на 100%, разумеется. Итак, что из себя включали эти задания? Да, у меня. О, вот так. Значит, в первом задании было кратко описано, что такое компьютерная томограмма. Ну, по большому счету, из этого небольшого текста выходило, что это, по большому счету, поперечный срез тела человека, выполненное на основе метода рентгенографии. Ну и в этом году, по доброте моей душевной, детям были даны уже уровни прохождения этого среза, и на данном слайде этот рисунок расположен в левом верхнем углу. Таких рисунков, томограмм, было три на уровне показанном. Сейчас дальше мы тоже пойдем. Два и треть. Соответственно, на разных уровнях тела человека ряд органов, их 13, они были подписаны римскими цифрами, и детям предлагалось определить, что это за орган. Определить из списка перечисленных органов, они были закодированы, и нужно было буковку соответствующей таблицы соотписки. Итак, в принципе, здесь ничего сложного нет. Первое, это практически все решили, конечно же, это легкое. Позвонок. Здесь небольшие были сложности. Это вообще-то грудной позвонок на этом уровне, где идет бифуркация ампрохей. Конечно же, уже даже не первый, не второй, не третий грудной позвонок. Некоторые почему-то писали, что это шейный позвонок. Ну, это не совсем бедно. Вот эта косточка. Даже из рисунка отсюда и сатане видно, что это лопатка. Но некоторые умудрились написать, что это ключица. В душе своей я их могу понять, она действительно похожа, но только не на поперечном среде. Конечно же, это лопатка, но многие ребята ошибаются. Вот это вот. Ну, как я ее называю, наверное, грубо, мясо, ну, скелетная мышца, да, если немножко культурно выражаться. Шерсть, это грудина. Тоже достаточно очевидно. Практически все, не практически, а все отгадали. Теперь сложность вот эта, вот эта и вот эта. Значит, что касается номер два. Многие писали, что это сердце. И, наверное, в меня можно было бы кинуть камень, что что же вы детям-то даете, как тут можно отличить, не будучи специалистом, врачом и тому подобное, но прежде, чем это делать, надо посмотреть на следующий рисунок, который им также предлагался. Вот он, то же самое два. Ну, все-таки вот были представители зоологии беспозвоночных. Ну, у человека немножко иначе это все выглядит. Ну, сердце не бывает в виде трубы. Поэтому, скорее всего, это аорта. И, скорее всего, она так и есть. Это аорта. И, кстати, стоит отдать должное, другие правильно совершенно отгаданы. Спор между 3 и 9 – это трахея и пищевод. Ну, опять же, можно было исключить. Ну, для тех, кто знает, что пищевод ближе к позвоночнику, а трахея ближе к вентральной части тела проблем не составляла. А для тех, кто по какой-то причине будет считать из-за волнения, это пропустили, ну, здесь подсказка, видите, пропадает. 3, да, трахея на этом уровне ее уже нет, да, но 9 все-таки остается, как такая вот щель, совсем правильной формы, что, в общем, типично для пищевода. Дальше. Здесь тоже достаточно все понятно, это без каких-то усложнений сфер нечеловеческих позвонок, поясничный позвонок, печень, 11, 12 и 13 – это почка. Ну, разные цифры. Кстати, стоит отметить, что в этом году с них не требовалось определить левая и правая почка отдельно, хотя можно было бы попросить, но задание было в этом плане упрощено. Надо было просто указать, что это почка. Ну, и 8, понятно, что это спеллетная мышца, и цифры пробудировались. В общем, это первое. Дальше у детей предлагалось 18 гистологических препаратов в виде фотографии в очень хорошем качестве на компьютере, потому что если это печатать и закидать этот рабочий стол этими фотографиями, это просто будет адский ад. И надо было соотнести эти гистопрепараты к названиям тем органам, которые они определили в предыдущем задании. Ну, времени мало, поэтому я быстро пройдусь по этим препаратам. Вот что было? Аорта, трахея, да, четко витингиолиновых, и очень типичная фикериальная структура, сердце, ну, здесь еще не очень хорошо, на экране видно вообще отлично, пищевод, почему-то многие с кожей путали, ну, в общем, так задумывалось, да, витингиолинская, коронарная артерия, желудок, легкая, я вот по щелчку ориентируюсь, скелетная мышца, толстая кишка, перестала, гладкая мышца, кожа человека, ну, здесь немножечко тоже темновато, но на экране видно было хорошо на отражении, щитовидная железа, ну, понятно, она не сработала, ее надо было посмотреть и выкинуть просто из памяти на время, поджелудочные железа с типичным астрактальным адрегатом, сетчатка глаза, уже для всех известная фотография по региональному этапу Олимпиады, печень, почка, типичное тоже строение, мочевой пузырь, к сожалению, многие путали и сердцем, и с разными другими органами, ну, и в конце концов кости. Учитывая, что костей было много, указав вот этот препарат, можно было получить очень немалое количество баллов. В общем, ребята с этим заданием справились, в том числе были дети, которые, ну, не 21, но 20, 19 баллов спокойно набирали, из 21 я, в общем, этим очень доволен. Все супер. Значит, второе задание заключалось в просмотре видео, это была эхокардиография, типичном таком разрезе, где видны 4 камеры, вживую, это сердце сокращается, и просмотрев фильм, ребенку надо было сделать 3 вещи. Первое, определить ритм, правильный или неправильный, второе, посчитать частоту сердечных сокращений, и третье, попробовать нарисовать произвольную ЭКГ, ну, произвольную, типичную, с учетом той ЧСС, которую они определили, и дать небольшие расчеты, как они, вот эти интервалы, посчитать. Вот, я не знаю, нужно как-то вот это видео запустить, нажать ОКО. Давайте вместе считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь нет прокрутки, но фильм длится 9 секунд ровно. И тут 9 сокращений за 9 секунд. Ну, сложными математическими вычислениями, мы получаем, что за 60 секунд 60 сокращений. Кстати, в задании написано, что сердце здорового человека. Тут стоит оговориться, что кто-то из детей, потом рисуя ЭКГ, нарисовал вообще шикарное ЭКГ, но без комплекса QRS, ну, как вы знаете, обозначающие возбуждение желудочков. Я этому удивился, но человек это понял, что я удивлюсь, и была пометка. Желудочки не сокращаются, поэтому сердце бьется у здорового человека, но комплекса QRS нет, потому что нет сокращений желудочков. Но живет прекрасной жизнью. Но, к сожалению, мы не могли зачистить. А что касается ЭКГ, максимально лояльно оценивали. Кстати, разброс ЧСС мы тоже были, разбаловка, где-то полбала, где-то бал, где-то, ну, не все 60 написали. Мы учитывали, что кто-то 8, кто-то 10 насчитал, и так далее. Но кто-то брал интервал 2 секунды, почему-то находил там 3 сокращения, и получалась очень неправильная цифра ЧСС. Так делать нельзя. И, пожалуйста, еще раз, я детям говорил, вам говорю, обратите внимание, когда будете готовить, ЧСС всегда целое число. Это важно. Это так же, как не может в аудитории находиться не целое количество людей, живых при этом. Ладно, следующее. Третье задание было специально. Это то, что точно ребенок не изучал, никто не готовил, никакой книги о них не читали. Но это задание было целиком посвящено пространственному воображению, какому-то творчеству, отречению от всего, что их сейчас может беспокоить. Просто проанализировав фотографию, схему, она была дана в задании, кстати, в более хорошем качестве здесь мне пришлось сократить. И два видео коронарографии, то есть введение контрастного вещества, соответственно, в левую коронарную артерию, в правую, и видео, как это все на рентгеноскопии, рентгенографии выглядит. Ну и дальше две фотографии, скриншота, фотографии, как это, сюжет из фильма, в фильме я уже не стал вам показывать, отмеченные буквами структуры, и надо было, исходя из этой схемы, написать название, как это называется, и, соответственно, указать гистологический препарат, этому соответствующий. Здесь, здесь не видно, но на видео четко идет, все белое, и тут кровь, как бы, со стены, на вас, вот так вот, прям, хлещет, по этим вот сосудам, коронарным. Здесь надо было посмотреть, то это видео написано, что-то левая коронарная система, то есть мы смотрим, вот, вот эту часть. Значит, вот она, это соответствует вот этому, а дальше, вид, ну, я сейчас правильной позиции встану, немножко включив пространственное воображение, можно было догадаться, что съемка рентгеновским аппаратом идет, вот с этой позиции, как я сейчас стою. Соответственно, то, что слева, ой, извините, не на ту кнопку нажал, то, что слева, вот это, то, что справа, вот это, то есть тазарный фон. Ну, и дальше смотрим, как вот это называется, огибающая артерия, как вот это называется, передняя межжелудочковая артерия, ну, это самое, ну, в смысле, В, ну, а ствол А, это ствол левой коронарной артерии, это все подписано на рисунке, ни в коем случае, детям, конечно же, знать это, не надо было и не учить их этому, кому надо научиться, а в школе это учить, это просто, я считаю, глупость. Ну, и следующая элементарная задача, это система правой коронарной артерии, то есть мы анализируем вот эту часть, здесь даже дебри не надо лить, в самом начале, а что у нас в самом начале, вот эта штука, где тут мы смотрим подпись, правая коронарная артерия, вот вам и весь ответ. Ну, а гистологический препарат, пятерочку, мы видели, там, артерия, но только не аорта, некоторые путали, но некоторые писали, мочевой пузырь, и, кстати, даже кто-то нашел толстую кишку, в гистологическом изображении этих сосудов, ну, и да, и все четыре сосуда имеют, ну, равную класс, и равные абсолютно одинаковые гистопрепараты, и надо было просто написать пять, 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 и получить за это два балла. Кто-то смутился, и не решился все пять поставить, хотя первые пять, вторая, третья, значит, ребенок знает, а четвертый почему-то один. Ну, 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 ладно, бывает. Ну, и в четвертом задании надо было определить, были фотографии в Москву крови, надо было определить, что и как за препараты, количество, но здесь их было немного, в основном по одному, вот, сегминоядерный нейтрофил, ну, просто нейтрофил, лимфоцит. Ладно, на этом не буду останавливаться сейчас, чтобы время ваше не тратить, но я хочу обратить, наверное, вам важнее, дидактическая вещь, вот эти вот точечки некоторые дети считали, даже на Олимпиаде спрашивали, а если вот здесь вот срезается, это нам считать или не считать? Что я могу сказать? Важно знать, что нейтрофил по размеру, лейкоцит, какой бы он там ни был, он больше, чем эритроцит, он никак не может быть вот этой такой-то там крошечкой, тетюлечкой, это просто краска, вы понимаете, чтобы это получить... Тромбокин это не может быть? Нет. А тромбоциты может быть, может быть, но в задании не было написано, что надо искать тромбоциты. В таблице были нейтрофил, моноцит, базофил и... эозинофил. Эозинофил, совершенно верно. Ну как, да, 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 вот эти, да, и все, только полиэкоцит, и то не по всем. Вот, и все, в принципе, вот, да, вопрос, вот это все, что было по девятому... Там на рентгенограмме, ой, на томограмме, третьей, где печень, она с левой стороны. Хороший вопрос. Как-то это должно смутить их. Нет, их это не смутит, потому что, ну то, что это печень, почки, ну на этом уровне, вот, должна быть уже печень, и она даже, если, ну, если смотреть, ведь здесь нарисована даже. Вот, для внимательного читателя. Но здесь, понимаете, съемка идет так, что когда срезали, будет смотреть сверху вниз. Вот вы понимаете, да, что томограмма, это поперечный срез, вот я вот лежу, да, вот меня срезали, и это вид снизу вверх, а не сверху вниз. Поэтому получается, что вот слева. Все подписано, подписано. Ну да, да, ну, чтобы этим не мучить детей, это девятый класс, поэтому не было вопроса правая, левая, правая, легкая, левая. Ну, здесь четко видно, желчная кузырь, поэтому здесь все в принципе понятно. Еще вопросы, в общем, все, что касается девятого класса. Спасибо. Я хочу отметить, вам большое спасибо, что действительно ребята выполнили очень здорово, я даже не ожидал, что они так справятся, я ожидал худших баллов. И вот если взять всю, всех детей, как одну команду, они справились ровно со всеми заданиями. Были те, кто полностью сделали первое, второе, третье и четвертое задания, полностью без единой ошибки. Так что, спасибо, очень здорово, ребята подготовлены. добрый день, уважаемые коллеги. Я ввел в кабинет человек в 10 классе, и задание было у нас про космонавта, как уже, наверное, вам рассказали, можно мне включить кино, в том, двухминутный ролик, в котором Сергей Рязанский рассказывает о эксперименте над собой. Ну, давайте посмотрим три минуты, подождем. Здесь, на Межалоперечной станции, мы тоже занимаемся с логическими исследованиями, значительная часть которых также связана с медициной. Такие вопросы нужны, чтобы понять, как невесомость и другие условия экспричного полета влияют на организм человека. На основе волочных результатов можно разрабатывать технологии, позволяющие человеку долго жить на армите без потери здоровья. При этом, те же технологии на Земле часто используются врачами для лечения пациентов с нарушениями опороприкатного аппарата, сердечно-сосудочной и других систем организма. Еще школьником я мечтал побывать в финале всероссийской филологической олимпиады. И вот моя мечта сбылась. Правда, сегодня я уже не школьник, а у нас прячется на зури, потому что участвую в составлении олимпических заданий головоломок. День тренировок. Мы проводим тренировку в костюме «Чилис». Это специальный костюм для тренировки перед посадкой. До посадки осталось 9 дней, и каждый из этих 9 дней будет проходить подобная тренировка. Специальный костюм. В Несу создается пониженное давление. В данный момент оно минус 30 миллиметров. и тренировка проходит протоколем врачей с запись медицинских параметров. Регистрируется артериальное давление и картиограмма. Удачных ответов на Олимпиад. Видно, что с Олимпиадой действительно все писалось. А дальше можно мне в файл корта проба. Соответственно, к этому уже заданию видео залагалась вот такая картинка. Решил показать нераспечатанную цветную на мониторе, чтобы было цвета все видны. Здесь хорошо видно, что человек встает до встал до полета и после полета. И было надо угадать, где до полета, где после. Но сразу мне кажется, бросается в глаза, что если человек не может две минуты простоять, то скорее всего это после полета. Видите, он опять лег. потому что у него закружилась голова из-за того, что у него очень сильно упало давление в верхней части тела, которое никак ЧСС скомпенсировать не смогло. Поэтому выполнить даже упражнение он не смог. Но, к сожалению, некоторые не посмотрели на это и ошиблись. Решили, что вот это у нас в норме. Шутка обменяется по минуту на две кровотока при обычном вставании с утра. На самом деле конечно эта картинка правит. Соответственно кроме того он чуть пониже эту картинку был дан вот этот собственно ортальный бар рефлекс. Я если помнить в прошлом году настаивал, чтобы дети учили кардиограмму и реплекторную регуляцию давления. Вот она была целиком перевисована из учебника и нужно было соответственно выполнить несколько заданий. Первое задание это посмотрев на видео нарисовать кардиограмму космонавта. Вот в общем-то ошибки классические были те, что говорили, что это сокращение значит указать кизубцы. Ошибки были в том, что это сокращение, это расслабление. Ну вот надо говорить, электрограмма не может отражать сокращение, потому что могут быть условия, где сокращение нарушено, а кардиограмма есть. Соответственно ну и зубцы должны совпадать с фазами возбуждения или реполеризации сердца. Дальше нужно было определить, там был набор вопросов, я, наверное, за дефицит времени очень бегу по ним пройдусь. Собственно говоря, а что же происходит в космосе с кровотоком, да, и зачем нужно отказать, почему они обязательно две недели в нем уходят, что меняется, что восстанавливает этот капель. Ну, соответственно, часть вопросов были простые, да, где нужно было написать, что кровь притекает к голове, включается этот самый водоэльбарный центр, включается ордоэльбарный флекс, ну и компенсаторно происходит у нас что? Снижение тонуса симпатики, да, и через какое-то время происходит усиление выделить работа выделительной системы, выводится натрий, жидкость, объем крови уменьшается. Значит, и это относилось, ну, более-менее к более простому блоку вопросов. Более сложные вопросы были, какие гормоны в этом участвуют. Здесь мы трактовали, в общем-то, в пользу ребенка, то есть, например, там были такие гормоны, как адреналин, ну, понятно, что, соответственно, при костюме он должен у нас расти, вот во время тренинга, там был такой подвох. Был вопрос, что происходит у космонавта во время вот этого упражнения, то есть, во время. Значит, ребенок должен был, по нашему представлению, понять, что это какие-то быстрые реакции и какие-то долгоиграющие гормоны, да, так, кортизол, в это вмешиваться не могут, да, что концентрация этого гормона не будет затруднена. Все остальное надо было найти, в какую сторону этого может меняться. Адреналин наверняка меняется, потому что это уже указано, да, соответственно, вазопрессин, быстрый гормон, тоже должен меняться, это надо было знать, вот, а дальше был у нас натриолитический аппетит, который должен падать, да, если вы писали, что не меняется или падает, это хорошо, если писали, растет, ставили ошибку, потому что, в общем-то, это не входит, конечно, в базовые знания, но, если человек знает, что такое УС, что такое натрий, да, что такое предсердие, он должен был понять, что этот гормон должен выводить жидкость, а значит, он должен падать. Здесь можно было додуматься. Вот, ну, и тестостерон, который, в принципе, растет при физической нагрузке, он давался таким, как его добавочкой. Кто знает, дамусь, спасибо. Вот, значит, дальше, вот по этому же рисунку, да, нужно было заполнить таблицу, соответственно, что изображено по цифрам, ну, это уже совсем просто, да, однако, подобно в том, что если одна и та же структура имеет несколько цифров, да, вот здесь у нас есть, да, у него гангрии, да, у этого нейрона, это у него волокна, да, вот тоже, значит, волокна, вот, то надо ставить несколько цифров. Ставить только одну, за это снимали половину вот про этого ответа. Вот, к сожалению, почему-то очень мало людей догадалось, что вот этот нейрон, он, не нородренергический и не стилхолидергический, что вот какой-то еще, а из каких-то еще, это был дан топик гултомат. Соответственно, наверное, это гултомат. Может быть, они даже присвоили вот этому нейрону гултомат, термический статус, но и боксинг тоже стали правильный. Главное, чтобы вот здесь минус, то есть разрешение партушку уже. Здесь был явно выдержан минус, вот, если вот это у нас будет автоматом включить нейрону, тормозный нейрон не бывает, там, термический, да, баллов не добавляем. Вот. Что касается структур, вот было подвохи, вот на то, что их будет несколько, почему-то больше трех четвертей детей не знают, что из этих нейронов выделяется стилкалит, а из этих нородренали. Вот я так и не понял, в чем здесь как-то вроде они так хорошо расписывали в теории это, а у нас веке то ли времени не хватило. Указать не могли, мне казалось, что это самая простая часть, которую там точно баллов не заберут. Вот. Ну что здесь ацетилкалит. Мало кто тоже написал вот этот геометрогенологический. Вот. Ну вот такие ошибки все-таки делаются до сих пор. Да, и ну вот самый, пожалуй, может быть сложный вопрос, что вот здесь выделяется нородреналин, а здесь адреналин. Вот эти вещи нужно было не перекупить. Почему-то все считают, что на сосуды у нас симпатике выделяется адреналин. Даже если пишут адреналин и нородреналин, считалось как правильный, хотя это не надо. Вот. А если просто адреналин, тогда не станет. У человека, у ризанского, это точно две разные системы, один медиатор, другой гармонер. они не пересекаются. наверное, не буду я дать много вопросов, потому что какая компонент работает в первую очередь, да, какая меньше. Понятно, что все мышечные реакции сосудистые осуществляют артериолы, да, потому что у них самая относительно толстая других структур, мышечная оболочка, что у там крупных артерий они выполняют амортизирующую роль, протеререгуляторную, что понятно, капилляры вообще не способны, вены тоже, поэтому можно было выбрать именно нужные эффекты, да, ну и вокруг этого, соответственно, какие с этим связаны регуляторные механизмы. Вот, ну, наверное, я не буду больше выриваться, уже кончилось, рассказывать про эту часть, и, как бы, треть наших вопросов была, собственно, практической, потому что этого, может быть, теоретическую часть поэтому решили, так сказать, немножко амортиристически дать школьникам четыре желтых жидкости, вот, значит, с указанием определите виды мочи. Да, тоже, конечно, смазали картинку тем, что разливали, пока они работали эту самую жидкость, в уголке комнаты, вот, не было интриги, было понятно, что вряд ли преподаватели будут там смазать. Ну, ее уже раскрыли, уже все выложили, все, все знают. Вот, но, тем не менее, в общем-то, были данные тесты по-русски, на которых нужно было посмотреть. Да, Иван Раджетцевич, наверное, расскажет о многих словах об этом у вас с вами согрушено. А можно нам презентацию с названием моча? Зато короткая. Ну, на самом деле, да, моча – радость для врача, в этом есть некоторый смысл, но сейчас временной цельсоз не будет. Итак, ну, уже она раскрыта, но некоторые задавались вопросом, из чего же эта моча была сделана. Ну, вот, так же, как я думал, что это как-то так. Но мы приличные люди, мы так себя не ведем. Поэтому, на самом деле, все было примерно так, на основе гурацелина, дальше буфера, статного добавления туда глюкозы, либо яичного белка, и так далее, мы смогли смоделировать нужную нам PH, концентрацию глюкозы и белка. В общем, ребятам предлагалось четыре пробирки, которых неизвестной комбинацией были четыре жидкости первичная моча здорового человека, вторичная моча здорового человека, вторичная моча больного с акробиабетом и вторичная моча больного с кломерного вибридом. В скобках было пояснение, что это воспалительное заболевание клубочков почки, ну, практически нарушающие полностью функции этих почечных клубочек. Вот тут решение выглядит примерно так. Мы перепроверили с Максимом Домовичем, сделали эксперимент с теми тест-полоской и с теми реактивами, которые были у детей. Там, где первичная моча получался нейтральный PH и относительно низкое содержание глюкозы. Вторичная моча не содержала ни белка, ни глюкозы, но PH уже был кислый. в пределах 5-6. И вот эти параметры ребята определяли специально полуколичественных тест-полосок. Инструкция работы с ними прилагалась к заданию. А в третьей промерке находилась вторичная моча больного с сахарным диабетом. Здесь большое содержание глюкозы. В зависимости от особенностей цветового зрения могли получиться результат больше 6-14 и выше без белка и относительно нейтральная слабая кислая реакция PH. Но и при вторичной моча больного скламируло нефритом. Подразумеваясь, раз прочные кубочки не работают, значит, белок уходит не санкционировано по вторичной мочу. Ну и здесь глюкоза была на нулевом уровне, а вот белок на тест по-русски определялся. Примерно вот в таком концентрации. При оценке заданий, конечно, мы не снижали, если там было написано 0,4 0,5 или даже 1, но, конечно, грубое соотношение, нарушение этого соотношения глюкоза в первичной моче стало больше, чем в вторичной, но, конечно, за такие вопросы все это снималось. Но, в целом, ребята, все исправились, задание несложное, это, скорее всего, даже для того, чтобы немножечко отречь и открыть новые горизонты для самоподготовки к следующему уровню. несложное, несложное, а несложное. 14 баллов значит за каждый пункт у определенного параметра 0,5, за правильное соотношение пробирки и содержание пробирки мы ставим по одному баллу, ну и оставшиеся баллы, это на основании ребятам надо коротко написать, почему такое решение, вдруг, а не просто на угар ставить ухо, какие-то брыгнуз, в общем-то все. Подытоживая сейчас я про общий тренд, мы в этот раз решили пойти немножко по международному формату, сделать этим дефицит времени, то есть было много вопросов, они были простые, достаточно, но многие простые, можно было сжимать большую кучу, но к сожалению так устроены вопросы международных, мне надо много-много всего заполнять и вот видимо к этому еще ребята не готовы они ищут подвохов, ищут каких-то там соотношений а здесь надо было во многих вещах просто идти и не ошибаться не будут и логически соотносить разные факты между сторонами ну на этом практически все закончить цитатой одного из школьников вот собственно что же происходит у космонавта до тренировок космонавта такой же человек как и мы спасибо какие-то вопросы есть к нам? у меня есть очень короткая информация на 5 минут